Студия Медиакнига представляет Татьяна Михаль Счастье по ошибке Читает актриса Алиса Павлова Глава первая Ирина Семёновна, вы же мне обещали крупный заказ Чуть не плач, а давила на жалость молодая женщина 27 лет от роду Другим дизайнерам раздали заказы на оформление коттеджей, особняков, ресторанов, а мне Однокомнатная квартира для 75-летней старушки с бюджетом в 40 тысяч рублей Виктория, перестань Эльвира Платоновна, милая пожилая женщина И я верю, что ты создашь на этот бюджет прекрасную, уютную квартирку Я уже три года работаю у вас, но получаю только такие мелкие заказы Вы же видите, я готова взяться за серьёзный проект и не подведу компанию Почему вы мне не доверяете? Не понимаю я вас Тот же Сергеев получает крупных заказчиков и применяет везде только один стиль Свой любимый и безжизненный хай-тек Я же работаю с клиентами, общаюсь с ними, нахожу контакты, чувствую, что нужно сделать Я, в отличие от многих, работаю со всеми стилями, у меня прекрасный вкус Ирина Семёновна изящным движением руки поправила очки в дорогой оправе Инкрустированные не то бриллиантами, не то кристаллами Сваровски Пристально посмотрела в грустные глаза Виктории и вздохнула Дорогая моя, у тебя прекрасный вкус, но... Немного экстравагантный Виктория открыла был рот, чтобы возразить и привести весомые аргументы в свою пользу Но начальница подняла руку, призывая её помолчать Подожди, выслушай до конца Ты профессионал Я не отрицаю этого И чтобы не потерять такого великолепного сотрудника Обещаю, что как только появится новый крупный заказ, я отдам его тебе Если ты с ним справишься и клиент останется доволен, порекомендует нас, в частности тебя То назначу тебя, Виктория, ведущим дизайнером и дизайнером нового филиала, который планирую открыть У меня есть пока кандидатура на эту должность, Климова Светлана Ну и тебя я буду иметь в виду Виктория сияет счастье Сложила вместе ладошки и закивала, как китайский болванчик Поскорее бы получить такой заказ и проявить себя Ирина Семёновна улыбнулась Значит, скоро будет А пока иди, работай над дизайном квартиры для милой старой леди Виктория сморщила свой красивый носик и вышла из кабинета начальницы Открыв пять лет назад собственное дизайнерское агентство Студия дизайна интерьеров Калинина и Ко Калинина Ирина Семёновна вкушала на неплоды упорного труда Подкрепленная прирожденным вкусом и нестащимой фантазией Еле успевая принимать заказы, поступающие в фирму один за другим Зазвонил её новенький айфон Алло, приняла на вызов Здравствуйте, это студия дизайна интерьеров? Послышался из динамика мужской голос Глубокий баритон, от которого Ирина Семёновна Невольно выпрямила спинку прямее И растянула губы в широкой улыбке Да, всё верно Меня зовут Калинина Ирина Семёновна Можно просто Ирина Могу узнать ваше имя? Да, моё имя Златогорский Дмитрий Вячеславович И я хочу изменить интерьер своего дома Завершив разговор с новым заказчиком И довольно улыбаясь от привалившего денежного счастья Она дождалась от него письма по электронной почте С условиями и требованиями к дизайнеру Обязательное условие — постоянное пребывание в доме заказчика Бормотала она, удивлённо глядя на экран компьютера Может, у него ценные экспонаты в доме? Так, что ещё? Фото и видеосъёмка запрещены И обязательно следует подписать соглашение о неразглашении Странно-странно Впрочем, неважно За такие деньги он может позволить себе какие угодно капризы «Итак, что же это за объект?» «Особняк площадью почти 500 квадратных метров, о мой бог!» Воскликнула Ирина Семёновна и подскочила с кресла За всё время существования студии Это был самый большой заказ от частного лица На оформление жилого загородного дома «Так, так, так...» Она заходила кругами по кабинету Размышляя, кому отдать заказ «Ну уж точно не Соболева и Виктория Прости, девочка, но это слишком сложный для тебя проект Дам я его Светлане» Ирина вышла в приёмную И положила распечатанные бумаги перед своим новым секретарём Совсем юной, но старательной девочкой «Катя, этот проект отдай Климовой Пусть срочно идёт к юристам и составляет договор А завтра пулей мчится к заказчику В общем, в условиях всё расписано Там есть и адрес, и телефон «Да хорошо, Ирина Семёновна Тут приходила семейная пара Поставили заявку на оформление загородной дачи Хотят, чтобы завтра туда кто-то из хороших дизайнеров съездил» Пропела высоким голосом Катя Ирина пробежала глазами по любительским фотографиям Просмотрела поэтажный план дачи И довольно улыбнулась «А этот проект отдашь Соболевой И тоже путь завтра мчится к заказчикам» Распорядилась она «Уже убежала», — ответила Катя Подхватила бумаги и подсокала на высоченных каблуках по мраморному полу Ирина Семёновна подумала, что всё складывается просто отлично «Светлана Кирилловна», — обратилась девушка-секретарь к рыжеволосой и статной женщине «Ирина Семёновна просила передать вам документы на новый проект и сказать, чтобы вы мчались к юристам, а завтра срочно-срочно к заказчику» «А что за срочность такая?» — грудным голосом поинтересовалась Светлана Катя посмотрела на документы и поняла, что не помнит, какой проект кому из дизайнеров нужно отдать Она нахмурила идеальные бровки и вспомнила Начальница говорила, что Светлане нужно завтра ехать к заказчику, а это за городом «Значит, дачный дом предназначен Светлане, а вот особняк...» «Особняк — это же многоквартирный дом», — подумала Катя и сама себе кивнула «Да, именно так» Она отдала документы Светлане и пошла к Виктории Светлана открыла папку с проектом и возмутилась вслух «Ну, Ирина, срочный проект, значит, дача?» Она-то думала, если бы это был крутой заказ, то осталось бы А раз так, однозначно нет Светлана ещё за три месяца предупредила начальницу, что именно сейчас возьмёт месяц Ирина, срочный отпуск за свой счёт Работа работай, но мужу тоже необходимо время уделять И он приобрёл хорошие путёвки на Мальдивы А проект она отдаст Сергееву, он справится Светлана улыбнулась Мысленно она уже была на островах И представила, как завтра будет нежиться на белом песочке И плескаться в Голубом океане Виктория Константиновна вывел из раздумий девушку голос секретарши-начальницы Ирина Семёновна просила передать вам срочный заказ Вот Она протянула Виктории папку с документами, улыбнулась, пожелала удачного дня и ушла на своё рабочее место Виктория сделала на компьютере музыку потише и открыла синюю папку «Ура! Наконец-то!» — обрадованно воскликнула Виктория Она хотела было сразу же бежать к начальнице и осыпать её благодарностями за такой оперативность и доверие А потом решила, что не стоит Лучше она сначала докажет свою профпригодность Виктория внимательно прочла условия заказчика Подивилась причудом богатого клиента, а потом махнула на это рукой Главное, она получила крупный заказ Посмотрела время, час дня и 15 минут Значит, первым делом в юридический отдел Второе — отдать заказчицу, милую 75-летнюю старушку кому-нибудь из коллег И третье — ехать домой собирать вещи, ведь проект долгоиграющий А духотворённая, она помчалась в юридический отдел Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин